Это подвижная скульптура в Батуми, олицетворение большой любви христианки Ниной, мусульманина Али, местных Ромео и Джульетте. Жители Батуми установили ее в память о трагической судьбе влюбленной пары. Памятник не единственное, что построили в Батуми в последние годы. Джамал Ананидзе, в момент съемок мэр города, гордится тем, как проходит реконструкция исторической части Батуми. В местной архитектуре сочетаются разные стили. Съемочная группа ДВ встретилась с Ананидзе на недавно построенной площади Пияца. Концертная сцена, квартал для прогулок, здесь можно сделать отличные фотографии. Нигде во всей Грузии вы не найдете такого чудесного архитектурного ансамбля. В его создании принимали участие мастера из Италии. С этого роскошного здания началась активная застройка Батуми. Внутри есть казино, открытое 24 часа, 7 дней в неделю. Игроки съезжаются сюда со всего региона, прежде всего из Турции. Сулейман из Трабзона приезжает сюда каждые выходные. Я всегда расплачиваюсь кредитной картой, а наличные снимаю в банкоматах. По оценкам торговой палаты Турции, жители этой страны каждый месяц оставляют в казино Батуми 100 миллионов евро. В Батуми четыре казино и еще несколько строятся. Лицензии на игорную деятельность недорогие, получают их быстро. Власти считают, что наличие казино благотворно сказывается на экономическом развитии города. В Турции игорный бизнес запрещен, но пересечь границу между двумя странами не составляет труда. Она открыта. Для нас, местных жителей, в этом есть плюсы и минусы. Для меня, как для таксиста, работа стала больше. Моя дочь вышла замуж в Турции еще до открытия границы. Скульптура влюбленных Али и Нино – визитная карточка набережной Батуми. Вот уже много лет каждый вечер, даже ночью, Нуксар Кваришвили организует туристические экскурсии в порту. Экскурсионный катер принадлежит его сыну. Тур стоит около пяти евро. Нуксар рад экономическому подъему Батуми и наслаждается видом ночного города. Казино, по его словам, это неотъемлемый атрибут курорта. Люди хотели развлечений, они их получили. В конце концов, играть никого не заставляют. Туристы посещают и ночные клубы города. Проституция тут, как и по всей Грузии, вне закона. Однако местные власти с ней особо не борются. Большинство гостей – жители соседней Турции. В клубах играет турецкая поп-музыка. Это идеал романтической любви с другого мира. Батуми – город контрастов. С момента открытия границ из Грузии у турецких дипломатов очень много работы. В местное консульство постоянно звонят турчанки, чьи мужья не выходят на связь с семьёй. Это вполне нормально. Ваши родственники уехали в другую страну. Вы волнуетесь. Когда не получаешь весточки от близких на протяжении нескольких часов или почти суток, то, конечно, начинаешь нервничать. На пляже туристам продают лаваши, картофельные блинчики, сдобные булочки. Турок среди покупателей мало. Ну что сказать. Я зарабатываю не больше пяти евро в день, хотя с десяти утра до вечера провожу на ногах. В Батуми много наёмных рабочих. Они часто живут в неблагополучных кварталах, которые начали разваливаться в постсоветскую эпоху. Пожилых людей города процветание Батуми пугает. Они опасаются, что сильные в финансовом отношении турки могут взять город под свой контроль. Что хорошего приносит казино людям? Да ничего. Это проматывание денег. Минуточку. Казино платят налоги. Так что это хорошо для нас. Если Европа пустит Турцию в Евросоюз, то от этого выиграет и Грузия. Но грузинские старики недовольны поведением гостей из Турции, живущих в Батуми по своим законам. Так дело не пойдёт, говорит один из жителей Батуми. Пока горожане в парке критикуют политику местных властей, Джамал Ананидзе едет на стройплощадку. Тут строятся тысячи квартир. Батуми стремится привлечь больше гостей из Европы. В будущем мы будем инвестировать и в другие виды развлечений. Казино не будут играть такую роль, как сегодня. Чем-то напоминает Лас-Вегас, Дубай и Ниццу. Это Батуми. Город, который, кажется, так стремится привлечь к себе внимание. Вновь вернёмся на набережную. В сумерках Али и Нино отошли друг от друга, чтобы встретиться вновь.